В последние дни в региональной столице увеличилось количество жалоб от населения на опасно свисающие с крыш сосульки. Выпавшие ранее осадки и постоянные перепады температур привели к скоплению ледяных глыб, которые могут стать причиной травм, а порой летальных исходов. На ком лежит ответственность за содержание крыш, выяснял Артур Махце. Эти висящие на одной из многоэтажек региональной столицы сосульки – всё, что осталось от упавшей глыбы льда. Светлана Пруцкая лишь по счастливой случайности избежала с ней встречи. Ну, во-первых, я боюсь заходить, выходить. Один раз меня большая глыба чуть не убила. Я просто нечаянно задержалась в аптеке, зашла и обратно, и что-то забыла. И вышла, и передо мной прям глыба упала. Она могла просто меня убить. Представьте, эта сосулька падая с четвёртого высокого здания по дороге, мимо которой люди ходят с заморозки, с поликлиники, с инфекционной больницы. Думаю, это более чем серьёзно. И пневмония по сравнению с этим детский лепет. Случай по проспекту Ленина далеко не первый в Черкесске, на который люди просят обратить внимание. Ведь из-за чьей-то беспечности или халатности могла произойти трагедия. Как говорят мэрии муниципального образования, следить за крышами зданий должны обслуживающие дома компании. На них лежит и ответственность за возможные последствия. Управляющая организация должна, обязана убирать, либо самостоятельно вот эти всеснежные и ледяные наросты, либо, значит, привлекать какую-то организацию по договору. В случае, если управляющая организация этого не делает, то административным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за нарушение лицензионных требований в виде штрафных санкций, как для должностных лиц, так и для юридических лиц. Пока снег кружит в небе, на него зачастую приятно смотреть. Но затем коммунальные службы обязаны оперативно ликвидировать последствия обильных снегопадов не только на улицах и тротуарах, но и на зданиях. Иначе не стоит исключать новых жалоб на свисающие с крыш опасные предметы. Артур Махцей, Максим Долгов, Расул Бердиев. Вести. Карачаево. Черкесия. Артур Махцей, Максим Долгов, Расул Бердиев.